Новости в эфире информационного канала «Севастополя» в студии Ольга Деменчук и в этом выпуске. Чрезвычайные происшествия, подготовка к зиме и очереди в МФЦ. Результаты аппаратного совещания в Доме правительства. Быть здоровым в любом возрасте. В канун Дня сердца пожилым севастопольцам измеряли артериальное давление. С музыкой по центральному городскому кольцу. Фестиваль духовой музыки «Севастопольский вальс» завершился торжественным марш-парадом. Несчастный случай в Балаклаве, в результате которого ребенка ударило током, расследует специальная комиссия. Такое поручение дал губернатор Севастополя Сергей Миняйло. Это и другие происшествия обсуждали сегодня на аппаратном совещании в правительстве. Также на заседании рассмотрели вопросы подготовки к отопительному сезону и работу севрееста. С подробностями Анна Малышко. После того, как в Балаклаве ребенок пострадал, дотронувшись до оголенной опоры столба, все подобные объекты в городе проверят на изоляцию. Сейчас, по поручению губернатора, комиссия расследует этот несчастный случай. 26 числа на набережной Балаклаве в районе кинотернатора Родина маленькая девочка дотронулась до растяжки опоры светового столба, которая оказалась почему-то под напряжением. В результате получила ожог предплечья и двух столб. К другим происшествиям в единую диспетчерскую службу горожане обращались более тысячи раз. Это меньше, чем в прошлую неделю. Жалуются в основном на аварии в энерго- и водосетях. За семь дней в Севастополе семь пожаров. Сохраняется пятый высший класс пожароопасности. На дорогах 24 ДТП. Шесть раз сбивали пешеходов. Полицейские не должны круглосуточно дежурить на каждом переходе и устанавливать пост в каждой пешеходной зоне, отметил Сергей Миняйло. На аппаратном совещании вновь рассмотрен вопрос ограничения движения и установки шлагбаума в исторических местах. Раз уж водители игнорируют знаки дорожного движения. У нас пешеходная зона. Мы с вами говорили, и сейчас будем выходить, что жутово мы будем ставить. Мы ездили в ад, кухни, мы ездили в сад, кухни. У нас еще есть ряд объектов, где должна быть пешеходная зона. С учетом того, что мы передаем часть наших объектов федеральными, собственно, с площадями, предусматриваемые там стоят, мы не должны допускать того, чтобы они пошли заезжать. На Сакунгере проезжают спокойно. Парк Победы. Святые места. Сакунгера, Малахов, Малайан, Историйский, Булеват. В лучшем случае, в лучшем случае, да, это что-то быстрое векамо, машина поехала, пошла к вам, выгляделась и уехала. В лучшем случае, это нормальная пешеходная зона. К зиме, по информации Департамента городского хозяйства, город готов на 94%. Система опрессовывается, топливо закупается. Из резервного фонда добавят денег на подготовку учреждений здравоохранения и образования. Проблемными остаются котельные в поселке Кача и в селе Верхнесадовое. Министерство обороны до сих пор не передало их на баланс городу. Письмо с ходатайством ускорить процесс уйдет сегодня командующему флотом. Кроме того, определена площадка по продаже угля населению. Транзит уголь, Камышевое шоссе 28, значит, они готовы 10 тысяч тонн на своей площадке реализовать по цене от 8 до 10 тысяч тонн рублей за тонн. Это организация, которая коммерческая. Помогая нам для того, чтобы мы, в общем-то, вышли на то, чтобы насильно не было проблем. С начала года Севприроднадзор провел более 400 внеплановых проверок и выписал штрафов более чем на 7 миллионов рублей. Из них треть уже оплачена и пополнила городской бюджет. Ловить нарушителей стали чаще, чем в прошлом году. В основном это те, кто рубит краснокнижные деревья или загрязняет город и атмосферу. Количество, проводимое в 2015 году контрольно-надзорных мероприятий по сравнению с 2014 годом увеличилось в 2,5 раза. Рассмотрено 260 обращений и заявлений граждан, что в три раза больше, чем за период 2014 года. В ходе контрольно-надзорной деятельности больше всего нарушений выявлено в сфере обращения с отходом. От общего количества, как показано в диаграмме, данные нарушения составляют 57%. Это 123 нарушения. Госслужащие от экологии просят законодательное собрание внести изменения в городской бюджет этого года, чтобы до конца декабря кадастрировать 8 особо охраняемых природных территорий. Для 8 особо охраняемых природных территорий из 12. 8 мы хотим сделать эту работу в 2015 году, для того, чтобы утвердиться в границах, поставить их на кадастровый учет и, соответственно, внести соответствующие ограничения в хозяйственную деятельность субъекта. Севр-регистр за год своей работы принял более 120 тысяч документов о постановке объектов на кадастровый учет. В день поступает до 1000 обращений. По поручению губернатора специалисты подготовят справку о количестве поддельных актов, изъятых правоохранительными органами. И уверяют, что сейчас невозможно легализовать незаконно полученные в прошлом документы. Мы сделали каждому учетчику памятку, какого ракурса, серия и номер, какие были, вообще существовали в архивах Главного управления земельных ресурсов. По ним, естественно, отсматривается, отслеживается. Если серия и номер не совпадают, то сразу проверяются в архиве и тем самым направляем правоохранительные органы. Планируется, что до конца года во всех районах Севастополя откроется порядка 80 окон многофункционального центра. Услуги будет оказывать не только Севр-реестр, но и профильные департаменты. Очереди в МФЦ в настоящее время связывают и с количеством обращений лишь за консультацией, а не по сдаче документов. Губернатор решил лично проверить доклад о том, что все обращения распределили. И теперь информационные услуги оказывает отдельный специалист. Анна Малышко, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Два постановления принято сегодня на внеочередном заседании правительства. Изменения коснутся программы здравоохранения на 2014-2015 годы. А до 6 октября правительству необходимо подготовить документы по передаче в федеральное ведение Музея героической обороны и освобождения Севастополя. Уточнены сроки передачи в федеральную собственность Музея героической обороны Севастополя. В связи с этим возникла необходимость до внесения в список передаваемого имущества кинотеатра Украина. И уточнение уже поставлено на государственный кадастровый учет объекта недвижимости, переданной музею. В связи с этим вносится изменение в ранее принятое распоряжение в части внесения в графу номеров кадастровых паспортов. Измерить артериальное давление и получить рекомендации врача могли сегодня посетители Севастопольского комплексного центра социального обслуживания. Акцию приурочили ко Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября. Сотни пенсионеров и людям с инвалидностью медики рассказали, какие меры нужно соблюдать, чтобы сердце было здоровым. Особое внимание уделили качеству питания. По мнению специалистов, неправильный рацион лежит в основе многих сердечно-сосудистых заболеваний. Раньше в этом центре посетители кормили горячими обедами. Социальные работники надеются возобновить добрую традицию. Получали горячие обеды. Там действительно было все, что предусмотрено рационом для пожилых людей, все, что предусмотрено для людей с инвалидностью. Мы старались подбирать такое меню, которое бы отвечало требованиям и запросам наших получателей социальных услуг. Надеемся, что с 1 января все восстановится и горячими обедами будут пользоваться наши получатели услуг. Выявление заболеваний сердца на ранних стадиях помогает избежать серьезных последствий, уверяют специалисты. Подобные осмотры особенно актуальны для пожилых людей. К акции в Севастопольском комплексном центре социального обслуживания присоединился почти каждый посетитель. Лечение, бесплатное лечение, общение с людьми тоже немаловажно. Везде мы посещаем экскурсии, посещаем театры, кино. А из Думы это не всегда выйдешь. Сегодня у меня давление очень хорошее. Так что в космос я уже могу записаться. Завтра такие же акции пройдут по всей стране. В Севастополе измерять давление каждому желающему будут во всех поликлиниках. Тех, у кого выявят отклонение от нормы, направят на прием к терапевту. Люди с ограниченными физическими возможностями показали свои таланты на летней эстраде Приморского бульвара. Для них в рамках программы «Доступная среда» на ракушке обустроили пандус. В воскресенье здесь провели концерт, в котором приняли участие более 50 граждан с особыми потребностями. В программе театрализованы постановки, вокальные и музыкальные номера. Кроме того, представители Севастопольской региональной организации «Особые дети» провели мастер-класс по росписи пряника. По словам организаторов, подобные праздники помогают инвалидам стать увереннее в себе, расширить круг обращения и общения, и почувствовать себя полноценными членами общества. Я сегодня принимала участие в росписи пряников. Было очень весело. Есть пищевые краски, их можно есть. И мы разрисовывали пряники цветами российского плага. Роспись пряников, дегустация, концерт, в котором будут принимать участие наши дети, это большой показатель того, что нас потихонечку видят, нас приглашают, и мы показываем то, до что мы способны, что мы можем. Торжественный марш парадом по центральным улицам завершился фестиваль духовой музыки «Севастопольский вальс». В воскресенье по городскому кольцу прошли участники 11 коллективов. Это образцовые и народные духовые оркестры из Алтайского края, Забайкалья, Новосибирска, Владимирска и других областей. Фестиваль длился в нашем городе три дня. Программа включала мастер-классы, экскурсии, репетиции и творческие лаборатории. За это время участники выступили на летней эстраде Приморского бульвара и в президентском кадетском училище. Церемонию награждения призеров и победителей провели на площади Нахимова. В финальном галоконцерте сводного оркестра приняли участие порядка 300 музыкантов. «Приехали из Владимирской области. Город очень хороший, очень красивый, богат памятниками. Конкурс тоже был очень хороший, сильные коллективы». «Называется он «Севастопольский вальс». И прописан он будет здесь, в Севастополе. И это очень знаменательно. В году 70-летие вы слышите День Победы. День Победы играют все 11 духовых оркестров. Что хочется сказать? Конечно, в Севастополе нужен свой духовой оркестр. Не только детский, но и взрослый. Футбольный клуб «Севастополь» одержал третью победу в сезоне чемпионата Крымской премьер-лиги с минимальным счетом 1-0. Наша команда на домашнем стадионе переиграла Бахчисарай. Уже на второй минуте ворота хозяев назначили пенальти, но Игорь Дудов с 11-метровой отметки попал в штангу. А единственный гол в матче на 90-й минуте забил нападающий «Севастополя» Юрий Плешаков ударом в нижний угол ворот. Наша команда после этой победы сохранила вторую строчку в турнирной таблице. У подопечных Олега Лещинского 12 очков. На один балл от них отстает Ялкинский Рубин. Лидирует, как и прежде, ТСК «Таврия» у симферопольцев на 4 балла больше. Игру седьмого тура футболисты «Севастополя» проведут 3 октября в гостях с Керченским океаном. Начало матча в 16.00. Благодарен ребятам, что они бились с первой минуты до последней. Работали все на футбольном поле. Была полная самоотдача. И, наверное, «Севастополь» немножко хотел больше выиграть, поэтому выиграл. Забивать надо, конечно, свои моменты, потому что из пяти моментов мы реализовали один. И то это назвать стопроцентным моментом нельзя. Были гораздо более серьезные моменты, когда должны были реализовывать. Но, к большому сожалению, мяч в ворота не идет. Будем работать. Мы пытаемся комплектоваться ребятами, которые проживают в Крыму. Все-таки это чемпионат крымский. И ребятам сложно где-то в другом месте пока заиграть. И мы стараемся дать им шанс. И ребята стараются. Вопросов никому никаких вообще по самоотдаче. То же самое могу сказать про «Севастополь». Один Дима Щендрыкин у вас приезжает. Но он, честно, по-моему, уже стал как местный. Поэтому обе команды заслужат уважения в этом плане. И на этом пока все. Следующий выпуск новостей в 17.00. Увидимся.